Всем привет, мои дорогие судьбоносные друзья! С вами я, самая офигенная, самая шикарная и просто самая лучшая мама ваша, Даша Дрюжа. Всем привет, мои любимые, мои любимые друзья! Не могу, соскучилась по вам, пипец! Мои хорошие, поскольку вы очень любите детскую косметику, я решила купить сегодня один бренд, но там будет одна фальшивка, потому что у принцессы бренда детской косметики нету теней. И я взяла фальшивку нового бренда. Сегодня у нас будет обзор детской косметики. Детской косметики под названием Принцесса! Мои хорошенькие, давайте ознакомимся с этим нереальным списком. А, перед тем, как ознакомимся, я хочу немного предысторию рассказать. В общем, когда я искала косметику, я вообще сначала планировала заказать самую дорогую детскую косметику, но я просто посмотрела, что за 3 тысячи предлагает рынок, и меня это не устроило. Знаете почему? Потому что там за 3 тысячи несколько кремов какая-то херь. Ну, типа, я просто понюхаю, поюзаю, ну, неинтересно. А в следующий раз я возьму что-нибудь дорогое, но в количестве, да, потому что не очень интересно будет у нас смотреть на крема, потому что они вонючие, но обычные крема из подружки, блядь, за 100 рублей. Я столкнулась с нереально огромной проблемой. Я не могла найти... Блин, меня прям фартит. Я не могла найти принцессу нигде, блядь. Такое ощущение, что всех, сука, принцессы забрали во время карантина, блядь. Вот, блядь, людям жрать нечего, куплю-ка принцессу пойду. Я заметила то, что на зоне, на Вайлберрисе, придаются принцессы с наценкой, сука, в 3 раза. Помадка, которую я купила, стоит там 150 рублей, да? На Вайлберрисе она придаётся за 350. Вы чё, собаки, блин, сутолые? Торкнула. Меня просто обстробадурило, я не знаю, но это просто какой-то нахалы, нахалы. Ну, реально, блин, я не могла найти на 2-3 страницах интернета, самых первых, кроме порнухи, нет ещё и принцессы. Ну, просто какой-то сброд, реально. Нету в наличии принцессы, нету в наличии маленькой феи там, блин. Приходится ждать, даже в золотом яблоке ничего нет. Припиарила все компании, которые знаю, ну да ладно. Ну и что, мои хорошенькие? У меня тут есть бумажка, чек. Мне сегодня пришёл курьер, сунул под нос, манючий прям под нос, и сказал, что это принцесса. Общий чек на 942 рубля. 942 рубля, маленькая сучка. Господи, ребята, простите, я вас обманула. У нас тут обзор маленькой феи и принцессы. Ну, принцессы в большинстве. Ну, бипец, ну извините, маленькая фея, ладно, в следующий раз куплю побольше маленькой феи. Блядь, какой как гандон, блядь, там дрифтует нахуй на улице. Сейчас ночью, блядь, дрифтует, чтобы ты разбился. Некоторых у меня позиции почему-то подвое. В чеке я не знаю, кажется, я добилась в глазах, когда заказывала. Но, во всяком случае, всё разное. Первое, что я вижу, это душистая вода, маленькая сучка. Happy moment, снежная земляника, а трёхлетний, содержит флирта. Без флирта нет флирта. Кстати, не пугайтесь, сзади венок. Кто-то в прошлом видео написал, это чё, венок, или это я ошибаюсь? Блядь, ну конечно, венок. Это же я, даже дружище, чё ещё там должно быть на фоне? А это в палатках Hello Kitty. Правда, я захуевертила немного, но она ещё жива. Стоила эта прекрасная упаковочка, давайте покажу вблизи. 147 рублей. Закрываю один глаз, а то я пиздоглажусь. Вот так вот выглядит, такая дешёвая картонная упаковка. А на другом сайте это стоило рублей 400. Суки, блядь, наживаются на детях. Следующее, что идёт у нас в списке, на вписку. Лак для ногтей розовый шёлк, 113 рублей. Вот такой вот лак. Сначала хотела купить никусайку, но никусайки, блядь, не оказалось в наличии. Все обкусали ногти и решили купить себе никусайку. Поэтому у меня такой розовый шик. Это не должно быть какое-то говно, которое, знаете, вот в детских наборах в прошлом было. Вот. У меня вот такие вот ноготочки. Да-да, не удивляйтесь, у меня обрубки, потому что карантин. Я сотру несколько пальцев, и мы протестим. Невероятный лак для ногтей розовый шёлк, блядь. Светлана Яковлева розовый шик. Следующая наша покупочка, это принцесса блеска для губ. Всё вот это до, была маленькая фея. Всё, позиции закончились. Дальше идёт принцесса. Блеск для губ со спонжем светло-розовый. 153 рублей, оно нереально. Я помню, у меня было такое в детстве нереально. Кстати, они очень хорошие для повседневного пользования, прям вот, знаете, половые губки и губки на лице увлажнить. 153 рубля. Следующий блеск для губ, большой клубничный мусс. А нет, просто клубничный мусс. Стоит 176 рублей, а на Азоне он стоил 350, вот такой вот двойной. Честно говоря, мне очень нравится такое. Почему вы спросите, ты заказала не блеск? Да потому что для детской экземетики ничего такого нету прикольного. Поэтому, может, пришлось заказывать с другого сайтика. Вот такой вот, вот так вот он выглядит. Вот это мне больше всего заходит, конечно, думаю, что я буду пользоваться, ну, прям раз на раз, не пидорас. Следующий лак для ногтей, розовый щербет. 125 рублей, господи, я в чём, в глаза долбилась? Вот такой вот, вот такой вот щербет. В принципе, для меня и подруги. Подарю своей подруге, чтобы она красила ногти на ногах. Что меня очень интересовало, шампунь Калинка-малинка. Два в одном, 105 рублей, меня обокрали. Вот так вот он выглядит, вот такая вот Калинка-малинка. Шампунь два в одном, Калинка-малинка, лёгкое расчёстывание, без слёз, нюх, новинка. А раньше было со слезами. Питание и увлажнение, помню, был шампунь Кря-Кря. Кто помнит, напишите, но честно, мне всегда всё жгло глазницы. Я не знаю, мне глаза какие-то не русские. Русские просто не плачут. 105 рублей. И предпоследняя из списка. Принцесса, душистая вода, ванильная фантазия, 123 рубля. Вот такая вот штука. Честно, мне очень нравится этот мист, я его очень хотела попробовать. В любом просто вкусе, и мне это очень нравится. Люблю такую воду, буду пшикой всех. Ванильная фантазия. Правда, не хотела с ванилью, но придётся быть немного ванилькой. Ну и штука, которую я заказала отдельно, на зоне. Заплатила за неё 350 рублей. Это просто нереально. Фильм называется Номи. Синди. Короче, синдикат какой-то, я не знаю. Просто мне очень было интересно, я хочу, чтобы наш макияж был каким-то полноценным. У меня уложенный волос, гель, такая мокренькая укладка, они не грязные. И тон. У меня аллергия лютая на лице высыпала. Не знаю чего, то ли от витамин для беременных, то ли от плохой жизни, не знаю. Вот. Я взяла кремовые тени для век. Вот такие вот за 30-50 рублей. Два вот таких вот оттеночка. Это больше похоже на правду. Не то, что вот говно, знаете, детское. Пипец вообще полный. Пришлось взять. Ну, нам интересно. Правда, кто-то пошкрябал тут. Кот, наверное, я не знаю, блин. Собака подрала. Ну что, мои хорошие, давайте начинать тестировать. Я просто не могу. Ой, господи, у меня, кстати, тут помойка рядом, вот прям под боком. Я туда выкинула позавчера курицу. Не представляете, как воняет. Уже просто пипец. Распад пошел. Распад. Фу. Реально воняет. Шмандит. Ну что, мои дорогие, с чего начать, с чего начать? А начну, пожалуй, с миста. Ну ладно, душистая вода, ванильная фантазия, принцесса. Вот такая вот сучка. Изображена такая голубоглазая девушка, сразу видно славянка-молдаванка. Что тут написано? Использовать под присмотром взрослых. Без спирта, без агрессивных компонентов. Я с агрессией! Открываем. И вуаля, падает. Вот такая вот упаковочка. Честно, дешманская, но такая милая, такая рабочая. Ну просто, посмотрите, атмосферная. Видно сразу атмосферой пахнет, пидовочной. Ну, нормально, нормально. Я не скажу, конечно, что это люкс. Ну, это просто сотку, блин. Слушайте, а что за наеб-то? Наебка для уебка. Это что, колопак-то не закрывается. Все, брак, фальшивка! Ой, она как струнный баллон брызгает. Что-то я... Слушайте, ну, что-то я ничего не нюхаю. Слушайте, ну, выглядит как это, полуживое что-то. Слушайте, приятно пахнет. Вот по сравнению с прошлым обзором, где я нюхала духи, там, где вообще говной воняло, эти пахнут реально ванилькой. Приятненько, приятненько, я ничего не скажу. Но я думаю, что там еще был какой-то аромат, типа цветочный. Я думаю, что он был лучше за шоу. Ванильная фантазия нормально. За сотку, блин, можно ребенку купить, и он обольется ей. Вообще нормально. Или утопится, хуй знает. Мамочки, обратите внимание, ванильная фантазия подойдет вашему пизденку и вашему ребенку. Ребенок не порежется, это не из стекла, потому что на стекло за 100 рублей денег не хватило. Прикольное оформление, нереальная корона, да, дешевая, да. Ну, а что? Ну, а что? Мне нравится, вообще реально нереально. Круто, круто. Мне хочется испробовать сразу все ароматы, поэтому я следующее беру. Это душистую воду от Happy Moments. Маленькая фея. От трех лет не содержит спирта, а жаль. Вот такая вот упаковочка. Красивый флакон в виде сердечка. А натуральная основа без спирта, без красителей. Избегать попадания в глаза. Я только хотела в глаза пшикнуть. Вместо пельцового баллона. О, это уже посолиднее. Посолиднее. Еще одна коробка внутри, перевод кантона. Господи, ёб твою мать. Что такое маленькое-то? Оно сколько стоило, блядь? 100 рублей! Я в шоке. Это вообще того не стоит. Если не пахнет, конечно, пипец. Но упаковочка миленькая. Во всяком случае, если бы я была ребенком, я была бы очень счастлива. На самом деле, хорошая упаковочка. Ну, типа, миленькая. Я бы и сейчас была счастлива. Если бы это был какой-нибудь аромат. Армани Малахит. Какой-нибудь красный. За 25 тысяч. Мой любимый. Давайте попробовать нюхать. О, это уже не струйный. Это уже прям, чтобы все сдохли. Именно в глаза. Слушайте, приятно пахнет. У меня подружка в колледже очень сильно любила. Ароматик. То ли из какой-то фирмы. Баррис Шоп или что-то такое. Там, типа, земляники пахло. Стоило рублей 800. Надо было ей это подарить. Нереальный вкус. Земляника, что ли. Реально. Реально пахнет земляникой. Никаким не сбродом. Да, как бы. А земляникой. Вот это прикольно. Конечно, ненасыщенный запах. Да, но все равно какой-то. Вообще лайк. Лайк. Стоит 100 рублей. Правда, зажидели упаковочку. Но что поделать. Мои хорошенькие. Я взяла вот такие вот тени. Давайте их откроем для начала. Короче, они кремовые. У меня лицо не припудрено. Просто тон. У меня аллергия жуткая вот тут. Поэтому меня немного штанмит. Открываю. Ну, вот такая вот миленькая коробочка. Пластик не самый дешевый, но немного шкрипит. АСМР. Блядь, как будто зубы выбили. Вот такая вот миленькая, миленькая такая вот штука. Вот такая вот штучка. Резочка, да. Как бы розочку не в почке, а вот на коробочку. Очень мило. За 300 рублей спасибо. Аппликатор. Кремовые тени. Давайте откроем их. Первое, что я хочу, это понюхать. Ничем не пахнет. Хорошо. Аппликатор. Очень милый. С такими небольшими блесточками внутри. Очень нравится. И вот такие вот два блядских цвета. Синий и фиолетовый. Там были еще какие-то другие. Но я выбрала самые блядские, как обычно. Я буду своей кисточкой косметической наносить их на глаза. Мне очень интересно, как они лягут. Потому что, ну, надеюсь, что как-нибудь. Ну что, у меня есть для кисточки. Вот такая вот более пушистенькая и такая более плоская. На один глаз мы нанесем синий, на другой фиолетовый. Так, ну что, давайте пушистый. Я наберу фиолетовый такой. Нежно-сиреневый. Думаю, что детские тени без разницы, какой кистью набирать. Но одна хуня, говно будет. А если вы увидите сильное шелушение на моих глазах, это моя аллергия. Слушайте, ну, кремовый продукт нереальный, конечно. Зашел, как будто, не знаю, жемчуг. Жемчужный такой цвет. Хотя в коробочке. Блин, это какое-то несоответствие, а мои хорошие. Тут такой сиреневый, а на глазу у меня какой-то бежевый. Это хайлайтер, это хайлайтер. Лицо не припудрено. Но смотрите, реально круто. Это хайлайтер. Надеюсь, детская косметика, она же вроде гипоаллергенна, да? Меня точно больше не разнесет, потому что у меня реально, типа, очень сильная аллергия под глазами. У меня тут все очень паршивит. Света тут нету вообще практически. Я кисточкой сейчас зачерпнула норму человека, который ест в день 4000 калорий. Все, два раза. Синя не хайлайтер, но два раза. Не знаю, туда ребенок ткнет пальцем, все под ногтем останется. Можно использовать в качестве кремового хайлайтера, но я не думаю, что кто-то этим будет из вас страдать. Красиво поблескивает, такое сияние мокрое. Но синий прям, он немного другой консистенции, он какой-то более плотный, этот более разъебистый. Набрала. И давайте теперь попробуем нанести. Ёб твою мать, какая-то вечеринка. Слушайте, ребят, ну вот это мне уже намного больше нравится. Прям супер. Я хочу завершить наш макияж сегодня, чтобы я не сидела у родины. Я нанесу поэтому вот эти светлые тени в качестве хайлайтера мокрого. Еще сюда, еще сюда, как-нибудь вот сюда, чтобы меня вообще обсыпало в край. И потушую границы. Честно, это намного лучше всех тех детских косметик, которые были у меня. Там вообще полное говно. Ни тени, вообще нету цвета, ничего. Конечно, это все для первого моргания, потому что это все собьется. Кремовый продукт, он не держится еще и на детском веке. Ну прям, выглядит очень прикольно, прям очень-очень. Давайте я покрашу глаза своей тушью. Я могу хотя бы завершить свой нереальный образ Харли Квинн. Один глаз синий, другой почти красный, если полюбить. Советую, прикольная штука, правда, дороговато, 350 рублей за такое. Я очень хотела бы, попробуй сначала для губ двойной, двойное проникновение, потому что меня он больше всех интересовал. Эта детская заначка должна очень вкусно пахнуть, она очень красиво выглядит. Блин, посмотрите, какой красный, он как будто такой, знаете, внутри, такой немного оранжевый даже, такой розовый, блядский, ну просто вообще сказка. Двойное проникновение, не забывайте. Открываю. Ааа, как пахнет! Приятно, приятно, но думаю, что слишком игриво, заебет. Какой-то кисловатый клубничкой, да, и очень красиво выглядит, посмотрите, там как будто золото внутри. Супер, такой вот прикольный дозатор, или как называется, кончик-наконечник. Ну, обычный, стандартный. А вторая часть мне больше нравится, потому что такого розового, блядского цвета. Но это тоже тем же пахнет. Кисловатый запах, но очень химозный. Давайте пробовать. Сначала начну с вот такого вот красного. Открываю его и наношу. Сразу чувствую, что он липкий достаточно, да, волосы будут прилипать. Но я думаю, что он очень хорошо увлажняет. У меня были детские помадки. Ммм, детский блеск красный вообще не виден. Выходим за края, чтобы все видели, что у нас самые большие голопланеты. Знаете, он не слишком липкий, он такой водный. Ха, водник. И давайте возьмем вторую сразу же штуку, вторую часть, и на губы еще раз. Мне нравится, мне очень нравится. Посмотрите, он такой розоватый, такой, как я люблю, прям перискилзан. Мне очень сильно нравится. Он пахнет нечеток, да, но запах я беретерплю, ладно. Не так уж, чтобы шмандит. Но эффект просто нереальный. Очень красивый, такой розоватый. Губки будут в полном хаосе, в полной безопасности. Мне нравится этот продукт. Правда, сколько он там стоил? А, ну, он не стоил дохуя. На озоне он стоит 350, вообще, блядь, черти охуели. Ммм, стираю. Второй у нас уже обычный такой лак, просто детский блеск для губ светло-розовый. Какой лак, блядь. Окей, выглядит вот так. Намного меньше, чем первый. Вот такой. Ну, что вы хотите? Сотку стоит с небольшим. Я взяла в оттенки светло-розовый. Но мне должен понравиться. О, да. Он такой же примерно, как и прошлый блеск розовый, посмотрите. А, давайте скорее его наносить, йоу. Он уже ничем не пахнет, никакими приколами, более липкий. Прицепятся не только ваши волосы, но и чужие. Выглядит красиво, прозовенько, мне нравится. Ну, реально нравится. Ну, что я могу поделать? Я бы выбрала предыдущий, потому что там двойное проникновение. А тут, ну, он маленький. Следующее у нас лаки. Я взяла спонжик, смывку и сейчас буду смывать свои ногти, синие, для того, чтобы нести детский лак. А он плохо стирается. Сейчас буду час сидеть. Ну, что, дорогие, я смыла одну руку. Там немножко осталось, но кто против, тот может доесть. Я сейчас буду на трех пальцах тестировать один лак, на других остальных двух другое. Ну, что, давайте сначала откроем принцессу. Интересно, будет ли он пахнуть, как обычный лак? Посмотрите, как красиво. Он утревочек красиво переливается. Открываем и нюхаем. Нюхаем, нюхаем, нюхаем. Пахнет лаком. Это лак. Это обычный fucking motherfucking лак. Пахнет ацетоном. Ой, да, ну и штырила. Давайте, короче, наносить на пальчики. I'm a bitches, вау, красивый перламутровый. Я не умею красить ногти своим синим. Я покрасила вообще очень... Ну, вы меня простите, да, что у меня тут остатки синего немного. Но что делать? Я не девочка, не женщина. Я девочка-сексуальная малышка. Давайте я нанесу два слоя и посмотрим. А пока первый слой сохнет, я открою второй. От маленькой феи. Слушайте, уже в стекле. Вот это нормально. И красивая упаковочка. Вообще, детские вещи, они красивые. Давайте понюхаем. О, тоже лак. О, еще и штырит. Очень красивый цвет такой, блядский. Я такое очень сильно люблю. Давайте покрасим остальные два пальца. Ой, он с блесточками. Господи, как мило. А что, я не умею сама себе муникюр делать? Я вчера себе сделала. Все заусенки повырезали. Ну что, ребят, зацените, как-то так. Короче, первые три покрашены персиковым в три слоя, а остальные в два розовеньким. Я могу сказать то, что вот этот вот лак, первый оранжевый, он очень сильно полосит, неревно наносится, а второй наносится более густо. И у второго есть такие маленькие блесточки. Вот, видите, посмотрите на это. Ну, красиво, красиво, ничего не скажу. Просто обычный лак. Но детский, потому что типа полупрозрачный. Его можно наслоить. Я такое люблю. Честно, и детям повезло. Реально пиздато. Мне нравится. Я бы купила такое своему ребенку, если бы у меня были лишние 100 рублей. Но я их потрачу на сигареты Петр Черный. Ну и, конечно, друзья, самое последнее, что мне осталось испробовать, это шампунь. Два в одном вот такой вот. Мои волосы уложены, и мне не хватает их помыть. Завтра я их крашу, поэтому смою ее из жир, чтобы у меня вообще все обожглотим к херам. Калинка-малинка, легкое расчесывание, без слез, питания и увлажнения. Я не буду пользоваться бальзамом после него. Мне просто очень интересно, как будет моим волосам, в принципе, да. Потому что у меня корни уже отросли, мой нейтральный цвет. Мне очень это интересно. Давайте понюхаем для начала. Ребят, пахнет реально малиной. Обожаю малину вообще, пипец. Ой, просто очень вкусно пахнет. Ну что, давайте пойдемте, сделаем ревью, помоем нашу голову. Ну что, друзья, я уже в ванне, микрофон у меня вот тут. А я сейчас буду мыть свою голову, а вы будете на это смотреть. Сначала мочим голову, но не топимся. Я мою посуду. Очень хорошо, потому что я не знаю, как он будет пениться. Сейчас мы его проверим. Блин, ну перед ним волосы, классно, самая лучшая. Выдавливаю. Пахнет, конечно, бомберно. Ёб, ребят, он, мы нахрененно пенился. Просто пипец, просто, просто закачаемся. Посмотрите, он, он пенился. Вот, видите, капец. Интересно, будет ли он смывать остатки моей краски, да, он смывает ручки, походу, слава богу. И смываем. И давайте еще, еще раздух. Мне очень нравится. Еее. Я бы хотела очень много гейм для душа, там, где-то для ванны, но не было. Попробую, в следующий раз попробую. Давайте на видео 15 часов, чтобы мне будет очень приятно, если это же мочее будет. Смываем. Ну что, дорогие друзья, я вернулась. Уже, на самом деле, утро, 5 утра, а я тут. Я расчесалась. Честно сказать, друзья, у меня нет такой проблемы, как, типа, запутывание волос. Поэтому не могу сказать. Мне нравится, что волосы достаточно мягкие, то есть они как будто уже напитаны бальзамом, что очень странно. Вот. Но я не могу сказать, что какие-то ощущения супер невероятные. Но мне очень понравился шампунь, потому что он очень хорошо пенится. Вот. И у меня как-то странно поселела челка. Мне кажется, она не была такой. Возможно, шампунь вымыл, там, пигмент какой-то. Хер знает. Хер знает. Вот. Но мне, честно, очень нравится результат. Отрастить бы волосы этой длины, и все было бы супер. Мне нравится шампунь. Я его честно рекомендую. Блин, думала, он тут, а его уже тут нет. Ребята, большое спасибо, что вы были со мной в этом видео. Мне очень понравилось тестировать детскую косметику. Ставьте мне пальчики вверх. Желательно 15 тысяч, а можно и больше. Мне нравится делать вам приятно, а вам нравится делать приятно мне. Мои хорошие. С вами была я, Даша Дружжев. Всем пока-пока. Любите детей. И принцессу. Рекомендую. Рекомендую.